Всем привет! Перед нами сейчас новый ноутбук MSI с довольно часто встречающейся проблемой. Этот недуг проявляется при попытке установить Windows, и возникновение этой ошибки возможно не только на современных ноутбуках MSI, но и на других устройствах на системах от Intel. А сама проблема проявляется следующим образом. Во-первых, интерфейс установки Windows не видит никаких накопителей, хотя ноутбук новый, и их неисправность мы исключаем. И второе, установщик оповещает нас о том, что не удалось найти драйвер. И также мы можем обратить внимание, что в консоли при установке, если мы ее откроем, введем команду diskpart, listdisk, то мы видим, что здесь жесткий диск не отображается, а лишь только флешка. И больше никакой информации, как обычно. Я-то, конечно, уже знаю в чем дело. А именно в том, что у установщика Windows отсутствует драйвер Intel Repight Storage Technology, или просто ERST driver. Это программное обеспечение позволяет объединять несколько накопителей в единую логическую цепочку. Называется оно write-массивами, что позволяет улучшить производительность вашего ПК. Но, конечно же, при условии, что у вас установлено несколько накопителей. Для решения этой проблемы у меня есть два варианта. И первый из них, подходящий как раз в нашем случае, так как у нас всего лишь один накопитель установлен, это отключение устройства управления домами VMD, которое нам нужно будет отключить в BIOS. Обратите внимание, что если мы отключим эту функцию, то, соответственно, компьютер не сможет управлять write-массивами. Второй способ тоже не очень сложный. Заключается он в поиске и подгрузке драйвера IRST непосредственно установщик Windows. Итак, давайте начнем с первого метода. И для этого нам необходимо зайти в BIOS. И обратите внимание, что здесь накопитель отображается корректно. Далее, перейдя во вкладку Advanced, мы здесь можем обнаружить такой пункт, как Enable VMD Controller. Но, как мы видим, здесь есть проблема. Мы его просто так отключить не можем. Он не активен. Для этого здесь же нам необходимо зажать комбинацию клавиш. А именно, левый Alt и F2 на левой стороне клавиатуры. И обязательно правый Ctrl и Shift на правой стороне клавиатуры. Если зажать все с левой стороны, то этот метод не сработает. После нажатия комбинации клавиш у вас должно открыться дополнительное расширенное меню. И здесь нам понадобится такой пункт меню, как System Agent Configuration. Переходим в него. Здесь находим VMD Setup меню. Сюда также переходим. И Enable VMD Controller меняем на Disable. После чего мы можем перейти в главное меню и проверить, что теперь у нас VMD Controller отключен. Далее нам необходимо сохранить настройки BIOS с помощью клавиши F10 и нажимаем Yes. После данных манипуляций проблема должна исчезнуть, появится разделы диска. После чего можно продолжить установку Windows. Ну а теперь можем рассмотреть второй вариант устранения данной проблемы. И для начала нам необходимо скачать IRST драйвер. Для этого в Google я ввел просто модель ноутбука, перешел на официальный сайт и здесь выбрал драйвер. Желательно скачивать данный драйвер для вашей модели ноутбука. Далее переходим во вкладку Intel Robite Storage Technology и просто загружаем драйвер на ваш компьютер, нажав кнопку Download. Далее скачанный архив нам необходимо разархивировать и папку с содержимым этого архива нам необходимо закинуть в корень флешки, где записан образ операционной системы. Без каких-либо проблем. Просто кидаем эту папку в корень флешки. Далее все делается очень просто. Опять запускаете установку Windows, выбираете загрузить драйвер, выбираете нашу флешку, заходим в папку с новой загруженным драйвером, выбираем разрядность операционной системы 64x обычно и затем выбираем непосредственно драйвер с разрешением Inf и нажимаем кнопку Далее. После чего установка должна продолжиться без каких-либо проблем. Таким образом с проблемой мы справились. Как видите Windows уже в рабочем состоянии и у вас все получится. Это не составит труда. Всем всего доброго.